Ну что ж, дорогие друзья, вот собственно и видео. Попытка объяснить, что такое рок-музыка. Про Битлз написал слишком резко. Ну это переизбытка чувств. С некоторых пор стало бесить, раздражать. Когда говорят о Битлз, о Дорс, эти имена произносятся с благоговейным шепотом. Ваш покорный слуга сам произносил таким образом. Это туфта. Да, давно уже понятно, что рок-н-ролл, американский или британский вообще, суть рок-н-ролла, это идеологическое оружие. Кто этого еще не понял, не буду ругаться. Злобно наступит время, все поймешь, наверное. Сам был достаточно много лет под воздействием рок-н-ролла, так называемого. Очень хорошо отметился Петр Мамонов, где он говорит, что рок-н-ролл это крути-верти. Совершенно верно. Так вот, пора уже отказаться от этого оглядывания на Запад в плане формы, подачи. Прочитал Вертинского, сейчас приведу цитату. Для тупых ос... Так вот, о неграх и о джазе. Александр Вертинский дорогой длинную, заподозрить его в каких-то простсоветских настроениях сложно. Так вот, что он пишет о джазе и о неграх, дорогие друзья. Так, если от Австрии остается на всю жизнь в памяти музыка вальсов, от Венгрии чердашей страстной и волнующей мелодии скрипок, от Польши мазурки и краковяки, от Франции легкие напевы уличных песенок, то от Америки остается только ритм, вечный счет какого-то одного и того же музыкального шума. Мелодию которого вы никогда не можете запомнить и который вам в то же время надоел до ужаса. Происходит это потому, что джазовая музыка необычайно монотонна. Несмотря на все разнообразие, богатство оранжировок, в конце концов от нее, у слушателей, ничего не остается ни в голове, ни в сердце. Ни в голове, ни в сердце. Создали эту музыку негры и заразили ею весь мир. Я не говорю, конечно, о таких звездах, как Поли Уайтман, Тетт Льюис, Дюк Эдлингтон и других. Ну, ладно. Короче, самое главное. Всегда чувствовал это. Американские джазовые композиторы сплошь и рядом черпают свое вдохновение, в кавычках, из цыганских и других романцев и довольно беззастенчиво пекут из них свои шлягеры. Очень часто, прислушавшись к какой-нибудь песенке, узнаешь в ней знакомые куски или даже целиком заимствованные мелодии. Возьмем, например, хотя бы модный напев «Yes, my darling daughter». Разве это не наша украинская «Ой, не ходи гритю, тайна вечерницю». В Америке переделывают на фокстроты все. Шопена, Бетховена, Чайковского и Рахманина. Кого угодно. Так вот, Битлз, Битлз, они хорошие, они клевые и замечательные, но вот говорят, что они жизнь-то перевернули, да, как всякие деятели. Там, изменили, все во мне изменили, изменили нашу страну, все это фигня, блин. Это просто хорошая песня, хорошая, хорошая песня. Доведенная коммерческим лоском, да, собственно, лоска. Вот что я имел сказать. Слушайте своих авторов, но авторов не хватает комиссий, не хватает каких-то цензоров, не хватает критического взгляда на какие-то музыкальные творения, видеотворения. Нужна цензура и достаточно жесткая. Космополитизм вреден. Это иллюзия свободы. Иллюзия отсутствия границ. Иллюзия отсутствия каких-то запретов и прочего. Ну, а ваш покорный слуга, он продолжит заниматься песенным творчеством. Можно сказать, что это в мой адрес, что... А, ну ты всего лишь поменял название, мол, это не Роккин Ролл, теперь ты песенник. Песня, друзья мои, вообще образ человека с гитарой, он как бы не в Америке родился. Первый известный, так сказать, рок-барт с гитарой, это все-таки Денис Давыдов. Ну, мне известный, во всяком случае. Это герой Отечественной войны 1812 года. Друг Александра Сергеевича Пушкина. Вот вам образ человека с гитарой. Поэтому песенное творчество присуще нашему народу, русскому народу. Поэтому песни надо писать и петь. Мы любим это все, правильно? И вот если говорить вообще о героях, вот да, нам сказали, герой, уже внушили мы много лет об этом думаем, что герой это вот такой дядька с микрофоном. Стоит с микрофоном, и вот он герой, является собой героизм какой-то. Блин, и хочется там привести пример Александра Матросова, да, стоящего в амбразуре. Нелепо. Зачем путать теплое с мягким? Но между тем, кто из них герой? Что такое герой вообще? Произошла чудовищная подмена понятий. Что такое героизм? Что такое честь и доблесть? Дорогие граждане, время просыпаться, как спел один замечательный современный поэт, песенник.